Туда уходит, и получается, я в третьем подъезде, вот второй подъезд получается. 20 квартир на Ломоносово, 147, уже вторую неделю живут без воды. Нет даже холодной, чтобы помыть посуду. Все дело в аварии, в соседнем подъезде по стояку начала топить жильцов. Дверь железная, перекрыли снизу трубы. И получается, вот эта женщина, она находится вроде по прописке здесь, а сама живет в Усолье. Она приехала, увидела у меня потоп, вызвала аварийку, ей сказали, мы все хорошо перекроем, и все. 20 квартир без воды. Теперь, чтобы восстановить водоснабжение, нужно попасть в квартиру, где началась стечь. Андрей предполагал, что источник в квартире той женщины, которая живет в Усолье. Достучаться до нее не удалось, но на следующий день мы до нее дозвонились. От комментариев она отказалась, но сказала, что источник прорыва в квартире выше. Попасть и дозвониться до этого человека тоже не могут. По адресу Ломоносова 147 прорвало трубу и стало топить нижние этажи. В день осмотра жильца квартиры 78, где и была течь, дома не было. Для того, чтобы предотвратить сильный потоп нижних этажей, пришлось отключить стояк. Управляющая компания нашла контакты собственника. В течение двух дней договорились обследовать квартиру. Похожая ситуация была и в доме 131 на Ломоносова. Там сосед топил жильцов, но в квартире не жил. Из-за потопа начала коротить проводка. Тогда адвокат Сергей Кондратьев посоветовал самостоятельно вскрыть жилую дверь, если не могут найти собственника. Главное снять все шаги на видео, закрыть дверь и написать записку жильцу. Но жильцы пока не решаются проникать в чужое жилище, поэтому соседи просят собственника 78-й квартиры на Ломоносова, 147, пригласить управляющую компанию и решить наболевший вопрос. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхникаме.